Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я по образованию теолог, то есть богослов. Сегодня мы с вами поговорим о признаках психопата, то есть человека нарушенного. Психопатом может быть и мужчина, и женщина, поэтому я не призываю к тому, чтобы друг друга ненавидеть. И призываю к тому, чтобы просто лучше разбираться в людях. Потому что психопаты бывают и в разных нациях, и так далее, и тому подобное. Я уже сегодня выпустила эфир на эту тему, но там чуть-чуть получилось так скомканно, еще в самом конце у дочки проблема из-за того, что кот ее царапнул. И решила отдельно, чтобы четко мы признаки все-таки с вами обозначили. Самый главный признак психопата – это отсутствие эмпатии. То есть у человека вообще нет сочувствия и сострадания к другим. Психопат помешан на власти и контроле. Для них это очень важно – властвовать и доминировать, управлять другими людьми в своих интересах. Психопаты крайне агрессивны. Как правило, они выбирают какую-то жертву, которая их чем-то слабее, и начинают ее травить. Иногда и не в одиночку, а создавая групповую травлю. Иногда они травят тех, кому они завидуют. То есть психопат – это равно агрессия и опасность. Вы тоже должны это понимать. Вы можете узнать психопата по вечно скучающему лицу. Правда, когда психопат наводит, так скажем, новые знакомства, новые связи, он еще может как-то прикрываться позитивным человеком. Но если вы с этим человеком вместе больше трех месяцев примерно, то у него будет вечно скучающее лицо. Потому что психопату нужен адреналин, чтобы не скучать. Адреналин они достигают так, в свой организм поступлений, совершая какие-то поступки нехорошие, некрасивые, нарушая правила, законы. В общем-то, для психопата закон не писан. Он будет делать то, без за что он не понесет наказание. Из-за того, что вы можете быть в долгом контакте с психопатом, вы сами подсаживаетесь на адреналиновую иглу. Вы уже сами начинаете быть адреналинозависимыми. Как говорится, с кем поведешься, того и наберешься. Поэтому мы должны окружать себя все-таки здоровыми людьми, чтобы сохранять свое состояние в норме. Вы можете узнать психопата по тому, что он очень неблагодарен. Или она неблагодарна. Сколько бы вы ни делали для этого человека, он всегда будет недоволен. Или она. Например, поехали в отпуск с человеком, потратили кучу денег, а человек сидит и недоволен. Скучает. Мне скучно. Это вечная фраза психопата. Несмотря на то, что психопаты очень любят нарушать правила и законы, они не испытывают раскаяния о своих злодеяниях. Для них все нормально. Для них вообще нет норм. И нет ощущения своей собственной совести. Когда ты что-то сделал, а потом душа, как говорится, болит. Может, у них и души-то нет. Поэтому и нечему болеть. Но если говорить с точки зрения науки, то у психопата есть повреждения в любической системе мозга. То есть нарушены те отделы мозга, которые отвечают как раз-таки за эмпатию. Поэтому, когда вы призываете психопата к сочувствию, к состраданию, ну, посмотри, мне плохо, он будет наоборот глумиться и радоваться. Неоткуда там взяться с отчувствием. Когда видит слабого, то считает, что надо этого человека добить окончательно. И почувствовать запах крови. Если можно где-то что-то своровать, они будут воровать. Если можно на халяву что-то сделать, обязательно будут делать на халяву. А зачем? Ведь эти люди считают, что самое главное – это их желание. А то, что они вредят другим, это не так важно. Психопаты постоянно врут. Ложь – это их язык. Когда надо и когда не надо. Я считаю, что те страсти, которые развиты в психопате, это и есть те страсти, принадлежащие сатане, гордыне. И из древнегреческого сатана переводится как клеветник. Следовательно, те люди, которые постоянно клевещут, сами понимаете, чьи они рабы. Только об этом они не подозревают. При этом, при всем, психопаты могут быть в обществе достаточно обаятельными, как я уже сказала ранее. На этапе, когда они соблазняют жертву, они могут прикинуться хорошими. Психопаты уверены в своем превосходстве. Они считают, что они исключительные люди. Только они правы. Только их надо слушать. Они будут доминировать обязательно над вами. Если вы начнете обличать психопата, то это крайне опасно. Я вообще этого вам не советую, потому что у них будет приступ агрессии. Если вы в одном помещении с психопатом и начнете его обличать, то он начнет изрыгать, естественно, крики и даже может побить вас. Поэтому, когда вы уходите от психопата, вы не должны ему об этом сообщать. Вы должны сделать все тайно. Иначе вы можете пострадать. Психопатам свойственны импульсивность, а также непоследовательность в действиях. Но иначе, как объяснить, когда он говорит одно или она, а делает по-другому? Словно маленький злобный ребенок, который считает, что только он прав, только его желания самые главные. И не взирает на мнения окружающих. Постоянные манипуляции. Это язык психопата. По-другому они жить не умеют. Люди, которые сами никого не любят, наверное, думают, что и другие не способны просто так давать им добро. Поэтому обязательно нужно врать, обязательно нужно манипулировать, что-то делать странное. Здоровый человек, который встречается с психопатом и начинает его любить, но еще не подозревает, кто перед ним. В принципе, и так готов делать много для своего человека, если его вступили в отношениях. Поэтому у вас может даже быть такое ощущение странное. Зачем манипулировать, если ты знаешь, что я люблю тебя? Но психопат будет все равно манипулировать, все равно будет над вами издеваться. Для психопата самое главное – это получить свою выгоду. Поэтому другого человека он воспринимает по принципу, сколько в нем ресурсности, сколько выгоды. И тогда, когда у вас пропадет какая-то выгода, психопат вас утилизирует и не будет раскаиваться в своем поступке. А я, как всегда, приглашаю вас на личные консультации. Мой телефон вы видите в описании видео. Берегите себя, не дайте себя в обиды. И пускай разум когда-нибудь победит.